коллеги я вас приветствую сегодня будем говорить про не был фреймворк не был фреймворк это набор шаблонов для быстрого создания микросервисов и в частности даже микросервисной архитектуры что это такое есть открытый проект на гитхабе ставишь запускаешь и у тебя готовый микросервис который может работать ос 2.0 кодфест и все такое я понял что я не сделал этого ранее и теперь в общем-то дошли руки давайте покажу как из шаблона сделать рабочее приложение что нужно удалить что нужно создать где чё подправить дети подменить чтобы у вас был рабочий проект и в общем то давайте переключимся visual studio и я вам покажу как это делается друзья я хочу сказать что у меня шаблон уже установлены но если они у вас не установлены то вот ссылочка будет в описании на то как это установить и visual studio и в дут нет кли и в общем то даже в райдер это это тут можно вот сделать как это для райдера тоже становится тоже все описано и в райдере они появляются вот в этом месте это для создания проектов шаблоны очень на самом деле мне кажется удобно я буду использовать все таки на visual studio поэтому давайте переключимся я выберу с identity сервером чтобы собственно говоря показать максимум что есть в шаблоне и для начала нужно соответственно выбрать название ну допустим май допустим компании . ну пусть будет веб какой-нибудь api ну вот такое вот странное название давайте запущу на создание перемотаем и так у меня создался проект visual studio докачивает зависимости устанавливает всякие штуки которые нужны что проект заработал и я сейчас закрою это ненужное окошко и сейчас расскажу коротенько что есть каждом проекте и что нужно чтобы стартануть подождем еще секунду вот как вы видите visual studio начала устанавливать зависимости количество ошибок стремится к нулю вот они все установлены зависимости готовы давайте сверну проект и что хочу показать но для начала у нас есть три проекта в api смысле в веб data entity в entity лежат только сущности для примера здесь лежит лог в data есть как раз тот самый entity фреймворк дб контекст который в общем то нужно будет вам наполнять его и помимо этого есть еще некоторые фишечки да там по управлению разрешениями это все в принципе можно удалить и написать вообще все по-своему все заново давайте я вам покажу что это уже работает из коробки то есть здесь есть где-то здесь есть data initializer и channel initializer а в котором есть пользователь это стартанул у нас к стрел так часа домотая до пользователя вот его логин вот его вот его пароль и сейчас стартанет проект здесь уже подключен как видите серий лог вот он стартанул проект вот он в swagger и здесь уже можно этому самому пользователю авторизоваться логин пароль я вам показал а нет не угадал так так и вот так запускаем ставим скоб который выдать и неправильно наверное что-то я ошибся вот все заработало видимо старку это пароль давайте в обновим close и теперь я могу делать запросы и в том числе и на авторизованную ну то есть названная и 5 который требует авторизации давайте это закрою в общем это работает вот так вот прямо из коробки запустили и надо сказать что это работает естественно с db контекстом который сейчас работает в режиме in memory у меня он поставлен и установлен плагин который показывает по дабл клику список nugget пакетов которые подключены референсами к этому проекту и как видите здесь вот стоит in memory но первым делом я обычно делаю такой вариант я делаю обновить все nugget пакеты и сейчас будем с вами приводить это все к стартовому к стартовому статусу который позволит в общем-то начать писать код ну например какой бизнес логики вы видите что обновление много я делал апдейт я время от времени обновляю эти шаблоны и обновляете собственно говоря nugget пакеты чтобы у вас была всегда актуальная версия но тем не менее не забывайте это делать это будет вам и ну что это все-таки полезно вот обновились nugget пакеты дальше что дальше можно сейчас она проверить что больше изменений нет и в общем то теперь можно начинать делать то что я и сказал самом начале ну во первых как я уже сказал есть давайте запустим проект я просто на конкретном примере покажу есть базовая сущность вернее не базовая сущность а демо сущность которая называется лог и вы ее видели и в общем то она лежит в entity проекте где вот эта сущность описано в классе есть некоторое количество компонентов пол то есть контроллеров до которые реализованы по разному принципу есть используем медиатор есть его есть другая альтернатива использование то есть другая сборка используется вы можете эти вообще сборки удалить и вам будет вообще открыто все то есть вот этот лог это как раз та сущность которая может тут вот только для чтения это как раз к вопросу какие сборки использовать я сейчас вычищу все чтобы вам если вы захотите использовать ту или иной подход например медиатор давайте остановимся на том что вы хотите использовать медиатор своей сборки в смысле в своем проекте все очень просто если я хочу использовать медиатор мне тогда нужно вот этот вот да что ты зараза выпрыгиваешь мне тогда нужно одну сборку удалить и эта сборка называется вот это вот контроллер я ее просто удаляю отсюда нажимая сохранить и у меня сейчас появятся ошибки которые в общем-то мне скажут что нужно удалить но я вам точно скажу что вот это вот это вот это мне не потребуется потому что она построена именно по этому принципу если вы используете вот этот вот вот этот вот сборку до контроллер то она как раз вот для этого соответственно этого и этого контроля если вы удалите и ту и другую сборку можно все контроллеры убить и все я остановился на том что хочу использовать медиатор то есть вот этот вот vertical slice architecture и здесь мне нужно удалить вот эти контроллеры здесь мне нужно удалить engine который также построен на той сборке которая была удалена и может быть нет хелперах наверное да в общем то наверное все сейчас посмотрим по ошибкам вот ну мне нужно естественно как раз удалить те зависимости которые были в той сборке все сейчас я запускаю и у меня уже проект настроены на медиатор но и в нем есть одна тестовая сущность которая в общем-то сделан для того чтобы вам было проще понять как это все работает вот у меня стартанул проект здесь уже контроллеров меньше зависимости меньше и вот уже здесь есть read write давайте переключимся снова опять же в контроллеры и допустим read only здесь используется как раз медиатор вот он он и есть какие-то реквесты какие-то респонзы вот я нажал f12 и находятся они вот здесь то есть есть какие-то общие там понятия для вот этого самого медиатора они разложены по папкам есть контроллер аккаунт есть для него вот профайл да то есть вот получение профиля и здесь соответственно вот он профайл где-то тут вот регистр а вот в get профайл тоже используется медиатор это сделано для примера ну и в частности вот эти локари локс ритон ли в райт был они тоже для этого сделаны чтобы показать как это использовать например я хочу сделать пост новый лок у меня где-то здесь вот create view model да 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 вот лок сущность у меня лок и пост айтем просто так называется может называть как хотите и в общем то здесь вот уже есть как раз этот квери если хотите и вот хендлер и на чем он построен как его использовать опять же вы можете все это нафиг вообще стереть но у вас уже будет пример того как это работает то есть вот как поставиваться транзакции да и а вот они как откатываются вот они как где-то тут но в общем она если отката не было то значит это явный комит ну теоретически можете явно прописать это вот таким вот образом но здесь еще в мэмори режиме это не будет работать потому что давайте вот так вот сделаем то есть если не было ошибок тогда комит то есть вот комит и синг но странно конечно что этого здесь нету но тем не менее имейте ввиду да я поправлю будущем вот это все для демонстрации и допустим я вот сейчас точно знаю что мне не нужен не этот не этот сервис я знаю как это работает я вот это все удаляю мне единственное что нужно контроллер аутентификации и он у меня делает только логин только логаут это сделано для того чтобы настроить для blazer а ну то есть используется сервер и вот эта клиентская часть где форма отображается я допустим этот тоже могу все удалить это мне в принципе не нужно а вот аккаунт контроллер мне нужен потому что мне нужно показывать профиль пользователя и все такое и раз я удалил вот эти вот промежуточные данные соответственно давайте удалим лог view model давайте а нет давайте удалим лог в моду вот и соответственно раз у меня лог удалился я могу удалить отсюда во сущность я могу удалить отсюда в модул configuration вот он блок собственно говоря если вам не нужны permission или какие-то там разрешения вы тоже ты можете удалить а профиль пользователя и все такое это пусть остается другими словами можно вообще все удалить и у вас останется голый каркас который можно вносить какие-то собственно наручные изменения раз я удалил вот это вот все то соответственно и ритон для вот эти все behavior и ой смысле request и query так сказать и хендлеры тоже можно собственно говоря удалять вот теперь у меня чистый проект нужно вычистить namespace и лог у меня в базе данных уже я его удаляю профили я оставляю и 12 здесь у меня тоже лог нужно удалить нет нужно удалить лог целиком вот так теперь у меня остались здесь только то что нужно чтобы заработали разрешение для пользователя если они вам тоже не нужны то их соответственно тоже нужно удалить лог сущность она используется с view модулами и маппинг вот их мод моделей на viewmodel их тоже можно удалить я как раз вот это вот сейчас и проделал так осталась у меня одна ошибка и она скорее всего связана с namespace а нет это как раз та форма логин которую я в общем-то удалил и так как я удалил этот аутентификейшн я его тоже удалю вот теперь у меня вообще все абсолютно чисто и красиво единственное что у меня вот здесь в аутентификейшн скорее всего описано вот этот модель identity сервера я его теоретически ну если вы посмотрите видео как работает identity сервер то вы поймете что это привязка именно к identity сервер то есть на другом шаблоне где его нету вам это не потребуется я это тоже удалю другими словами вот это вот голый чистый проект в котором есть некоторые permission но и их тоже как вы понимаете можно удалить соответственно нужно удалить из db контекста вот это вот это и соответственно сами сущности вот сейчас эта вся штука запустится давайте пока на этом остановимся и я покажу как все-таки подключить реальную базу данных вот чтобы ваш проект уже был более-менее рабочий то есть мне сейчас здесь кроме аккаунта контроллера теоретически быть больше ничего не может зарегистрироваться и посмотреть профиль отлично ну и конечно вы понимаете что если у меня второй тип шаблона который не использует identity сервер то там вообще можно все удалить и голову оставить базу данных давайте предположим что так и сделал но будем все равно работает с идентики так для того чтобы меня подключилась база данных мне нужно в настройках однозначно указать что у меня есть подключение это делается в зависимости от того какой контур вы используете если хотите можно удалить эти два собственно графа и ла которые говорят о том какой под модуль используйте development или production если так можно выразиться или контур публикации ну можно ставить один исп сеттингс и вот эту вот настройку перенести в него я буду использовать это в development потому что на самом деле неважно и так первое дело мне нужно указать адрес моего и скей сервер у меня он находится на local хост и использует порт 4433 потому что лежит в докере мне нужно обязательно указать название базы данных которые буду использовать так я назвал my company ну пусть будет какой-нибудь my company д.б. вот вот таким вот образом именно это именно это название будет использовано для создания баз данных и также у меня есть пользователь он у меня с а у вас наверняка будет другой и где-то у меня есть секретный вот такой вот пароль вот такой вот пароль секретный который в общем-то нужен для подключения к этой базе данных я нажимаю сохранить и это первая часть дальше я настройку подключения сделал теперь мне нужно собственно говоря настроиться и это делается тоже очень просто вот здесь стартап есть список всех подключений и будут в базовом есть настройка которая называется вот in-memory датабейс соответственно мне она теперь не нужно я буду подключать другую сборку которая по названию смотрите application db контекст и соответственно application db контекст будет искать эту строку подключения так как у меня эта сборка не установлена соответственно мне нужно установить давайте воспользуемся нугет менеджером чтобы было более понятно итак у меня здесь есть уже установленная вот она in-memory мне ее нужно удалить потому что я ее не буду использовать естественно мне тут ошибка и соответственно мне нужно установить тот самый msql это будет microsoft entity framework вот она sql сервер надо сказать что есть море провайдеров для entity фреймворка и my sql и postgres и sql сервер и light и в зависимости от того какой вы сюда установите вот то вы там и будете использовать я установлю где он вот он sql говорю install sql сервер клиент окей и теперь у меня получается вот эта штука которая говорила ошибка должна исчезнуть да вот она исчезла теперь я настроил шаблон чтобы он подключался к реальной базе данных которая ms sql и в общем то здесь можно дополнительной конфигурации но это уже на ваше усмотрение больше мне с нугет пакетами делать ничего не нужно мне нужно сделать в инициализации смотрите вот эта штука говорит о том что она применяет миграции и надо сказать честно это немножечко устаревший вариант здесь уже можно использовать async то есть асинхронный метод ой вейт дачу пишу то пою вот и я могу так как у меня это все на свежем фреймворке я точно знаю что у меня здесь резолвится этот application db контекст я поставил отклицательный знак который говорит что да это будет работать но и здесь собственно говоря то же самое это что касается нюансов вот вот собственно игра что произошло я отключил одну поставил другую сборку я настроил строку подключения и теперь это у меня уже собственно говоря готова к работе но еще не все для того чтобы эта штука заработала но действительно правильно мне нужно выбрать db . data и сказать migration то есть мне нужно создать миграцию потому что автоматические миграции на мой взгляд они вообще не работают хотя я знаю некоторых людей которые говорят что автоматические миграции прекрасно работают в интим в моркор я не согласен поэтому мне проще сказать что я хочу точно делать я создаю первичную миграцию и не шел запуская enter сейчас у меня создастся миграция в . data проекте я увижу какие будут созданы сущности собственно говоря вы тоже это увидите и можно будет их подкорректировать или в общем то ну вот как вы видите создалась папка migrations ну вот он и не и не шейры тфу елки господи контекст который она создала будут созданы таблица вот это вот это в общем вот эту миграцию теперь можно применить к базе данных и она в общем то будет создавать как раз ту самую таблицу то есть базу данных с таблицами для того чтобы это сделать допустим да я не хочу чтобы это меня миграция работала вот у меня подсказка remove migration я говорю remove migration это миграция удалится соответственно так это что ну да здесь у меня нужно чтобы было установлено вот эта сборка давайте ее установлю так это у меня миграция да не отработала зараза еще где-то на нет все что-то она сборку выкинула snapshot но неважно она не смогла удалить миграцию build failed да я удалил раньше чем она применила давайте я соберу проект поэтому remove migration не сработало видим оставила какие-то дополнительные фишки так не проект собраны теперь я говорю remove migration теоретически она его должно часто мира миграцию просто удалить и соответственно да как вы видите она удалила и даже не оставила папку ну и соответственно я снова сейчас создам миграцию и не шоу и она снова создаст то что создаст напомню если все у сущности удалить то собственно здесь ничего не будет вот и теперь что нужно сделать допустим я сейчас эту миграцию удалю ой она сейчас скажет стой 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 вот она сейчас скажет что прервана миграция давайте удалю эту миграцию создам какую-нибудь одну сущность простенькую и покажу как ее оформить чтобы она появилась базе данных давайте я вот здесь у меня есть дата я здесь вот так вот скажу пусть это будет персон не ну давайте документ вот такой вот у меня будет объект и он будет от идентики наследник идентики напомню что он лежит этот идентики в сборке давайте не будем использовать сборку давайте просто можно ее тоже принципе будет удалить давайте я тоже удалю там просто идентификатор гуид но я тогда вручную напишу все проб гуид вот так вот айди это будет ключ проб пусть будет к чё нас документ title ой нет это будет стринг это будет тайтал достаточно наверное ну и давайте еще какой-нибудь свойства пусть будет стринг точка description вот таким вот образом я скажу мне подсвечивается что она может быть ну у меня вот как раз тайтал не может быть но я поставлю вас нет я поставлю восклицательный знак теперь она перестала подсвечиваться а вот description у меня может быть ну и собственно говоря мне теперь нужно создать конфигурацию это делается вот здесь model configuration и пример этих конфигураций здесь уже есть есть базовые если вы унаследуетесь от идентики то можно использовать эту если не унаследуетесь то собственно говоря давайте я покажу как это делать без наследования ну что примеры допустим вот от идентики которые наследованы они вот здесь где-то вот микросервис это аудит был да то есть уже примеры есть кажись ну да ладно давайте заново создадим чтобы как будто чисто все было вот у меня есть документ я в model configuration создаю документ модулу кунфи грей шанс и шарп есть и я его насте дот ай entity type configuration type model configuration сейчас найду я забыл entity type вот он configuration и так как у меня документ вот он документ так да вот он я говорю применить его зависимости то есть собирает сделать вот и теперь собственно говоря у меня есть builder который я могу наделить те самыми собственно говоря настройками которые мне должны быть итак первое что мне нужно сделать ту тейбл нет 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 не надо ту тейбл то есть какую положить собственно говоря вот эту сущность табличку как она будет называться пусть она называется документ свой документ мены вот так вот дальше у меня есть билдере ключ х с кей но теоретически фреймворк сам найдет entity фреймворк сам найдет этот айди название но я все-таки добавлю что это ключ и теперь мне нужно указать свойства . property здесь у меня как вы понимаете их три я перечислю их для начала как я обычно это делаю вот так вот чтобы просто их заюзать и здесь у меня есть тайтл и здесь у меня есть это что называется fluent configuration есть еще через атрибуты мне атрибуты не нравится но тут ваша сугубо лично то есть вот так вот рекорд например или там что там у нас может быть то господи индексы сюда натянуть если нужно ну я вот делаю это обычно таким вот образом опять же повторюсь я это дело только для примера чтобы вы понимали что в общем то я не стремлюсь прям настроить полностью базу данных и так это идентификатор я делаю что он рекварит хотя теоретически это можно не делать она будет знать что ключ обязательный а вот тайтл я поставил обязательно я сюда поставлю тайтл у меня еще не только обязательно но он может быть допустим х с макс длину да пусть будет сто двадцать восемь почему тут 8 не знаю просто привычка и соответственно здесь тоже макс ленг пусть будет там две тысячи сорок восемь опять же не знаю почему и и собственно говоря тайтл у меня ну теоретически я хочу сделать чтобы у меня билдер свойства тайтл я по нему буду делать запросы буду искать фильтровать поэтому я хочу сделать х с индекс и как раз написать что вот этот вот тайтл у меня индекс теоретически я могу сказать что он может быть уникальный или ну ну понимаете тут нужно в общем то понимать что вы хотите сделать вот так вот примерно делается конфигурация и это в общем то все что нужно было сделать потому что сама конфигурация автоматически подключиться вот здесь он модел байон динкой нет сейчас совру 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 вот он модел creation она находит все конфигурации ну это такой более сложный вариант и это идет и из давно так сказать сейчас уже можно это вот так вот все закомментировать и использовать уже тот экстеншен если хотите который может это сделать автоматически тайпов так у нас чё там ну допустим стартап она найдет ой ну конечно не стримка стартап да что такое старт ну да тут же у нас стартапа нету господи тут у нас есть кто у нас тут есть application db контекст ну в общем то кстати да это как раз один из вариантов почему это в другом проекте и мы не можем сослаться на входящий файл то есть программа не находится в другой сборке но теоретически вы можете это перенести и билдер и в один проект ну тогда в общем то тут уже на ваше усмотрение как это использовать и это можно на самом деле еще вот так вот сделать application db контекст но просто тут нужно написать assembly потому что нам нужно assembly в некоторых вариантах это создают некоторые нюансы использования когда ну я думаю что это сработает поэтому в этом конкретном варианте я оставлю все таки вот такую штуку которая уже оправдала себе на других проектах это через рефлексию разбирается все и находятся сборки которые лежат в папке model configuration и применяется их конфигурации другими словами сейчас у меня давайте откроем пока в фоне data grip чтобы она открывалась и я сейчас сделаю снова так у меня migration of нету давайте сделаем add migration initial initial это название первой миграции можно назвать как угодно сейчас у меня уже сущность есть я хочу показать какую она миграцию сгенерирует для того чтобы эту сущность положить в базу данных которую я уже подключил и так мне интересно упс нет control f допустим доку не 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 control f документ я прошу прощения я очень быстро пытаюсь это сделать что вот смотрите создать тейбл который называется документ соответственно айдишник такой-то это гует это такой-то споры ходят гуит или инт тут все сугубо лично мне нравится гуит хотя точно знаю что он ждет больше памяти но в концепции микросервисной архитектуры так сладо поехали дальше тайтал description вот он тейбл праймерики как вы видите айдишник в общем то вот у нас создалась сущность теперь если вернее не если я когда напишу апдейт датабейс и нажму enter напоминаю что у меня проект выбран дата в противном случае вам нужно будет выбрать его и либо указать где у вас находится дабы контекст или вам система скажет там нет бы контекст отрала и все такое в общем то вот у меня отравить и отработал успешно метод и теперь где-то у нас тут есть как это грипп сейчас откроем вот она база данных создалась она пустая давайте включим о схемы хотя зачем нам о давайте поставим только одну дефолтную я на вот она вот так вот и здесь как вы видите нет еще пока не видите сейчас читается читается секундочку вот она прочиталась нет не прочиталось но первый раз дает безусловно достаточно время занимает чтобы ему нужно вот собрать данные по схеме вот ну и как видите эти документы эти объекты уже были вот этот 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 как раз антити примор core identity создает автохистори это часть сборки если интересно могу рассказать вот тот самый документ и вот собственно где-то это в description и тех размеров и с теми ключами то как собственно говоря и предполагалось у нас есть обновление да круто так закрыть в общем то наверно вот это вот все что я хотел показать то есть я показал как из шаблона сделать реально работающее приложение надо понимать что если возьмете другой шаблон которым нет identity но там тоже есть две сборки и собственно говоря одна использует медиатор друга этот медиатор не использовать там другой подход и можете все вычистить его будет чистый абсолютно готовы к работе проект в котором можно создать сущности сделать конфигурации создать миграцию нажать update database и готова в общем то я думаю что это видео должно быть полезным в любом случае я благодарю вас за внимание всего доброго и пишите правильный код вот так 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 вот Продолжение следует...